И всем привет, ребят! С вами Сарваник, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорного плана тематики. И сегодня вместе с вами я бы хотел обсудить обновление, которое связано с новой аптечкой, новым обновленным припасом. Поговорим о всем том, что у нас произошло с ним. Скатаем на фоне, я думаю, какую-то обычную рандомную катку. Ну и я хотел бы поделиться своим мнением по этому поводу, да, немножечко пройтись по истории вообще этой аптечки. Какая у нас была у нас раньше, какая у нас она была неделю назад и какая аптечка у нас стала сегодня. Все-таки я считаю, что это один из самых главных припасов в нашей игре. Понятное дело, что есть у вас броня, есть у вас ДДшка, есть у вас Нитра, есть у вас Мина. И теперь уже даже есть батарейка, которая тратится при работе вашего дрона. Но, как ни крути, аптечка это один из самых главных, как по мне, припасов. Это тот самый припас, который в свое время, ну, если брать вообще историю, да, игры и то, что у нас было до легендарного обновления, когда у нас аптеку занерфили, она начала работать от получаемого урона, да. То это припас, который раньше не нужно было никак контролировать, не нужно было никак делать на него акцент. Это был дефолтный припас, который вы активировали в тот самый момент, когда по вам наносили урон, да. И он работал определенное количество времени и вне зависимости от получаемого урона давал вам постоянный хил, 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 хил и вылечивал полное здоровье. Потом же, если не ошибаюсь, это был 2015 год, у нас произошло критическое обновление и очень многие захейтили его, очень многие остались недовольными этого обновления. И высказывались, да, негативно, да, то, что аптечка стала очень плохой, очень слабой, да, появилась необходимость грамотной реализации данного припаса. Все-таки этот припас стал припасом, который уже нужно контролировать и он не давал возможности просто взять и нажать его и получить полное количество здоровья. Потому что, как только по вам наносили урон, он уже не восполнял полностью это хп. Ну и понятное дело, что когда дело касается скилла, а те игроки, которые им особо сильно не владеют, они понятное дело, что будут в этом плане негативить. Но это обновление, которое уже было относительно давно и мы видели эту аптечку на протяжении долгого периода времени. И вот буквально неделю назад, даже чуть-чуть меньше, у нас произошло еще одно дополнительное обновление с этой аптечкой, которое направлено уже не на нерв, а наоборот на усиление данного припаса. Возможность отключения полностью заморозки и полностью поджога вашего танка. Если по вам наносят, например, заморозку и у вас становится, например, этот замечательный эффект, вы прожимаете аптечку, как я сейчас сделал, и полностью снимаете этот эффект. Отлично работает против шоковой условной заморозки, против жиги с компактными баллонами, да и вообще против любых поджигающих устройств, будь то молот, будь то смока, будь то рельса с поджогом. И также с любыми устройствами заморозки. Это очень хороший дополнительный буст, потому что порою меня раздражало то, что, например, меня начинает морозить шоковая заморозка. Я прожимаю аптечку в идеальный просто тайминг, когда по мне не наносят урон, чтобы аптечка восполнила мне полное здоровье. И все равно при этом полностью эффект заморозки у меня не спадал. Так же самое и работало с поджогом. То есть можно было бы поймать идеальный тайминг в тот момент, когда уже только-только прошел поджог, и соответственно у вас есть там где-то секунда, чтобы нажать аптечку и восполнить как можно больше здоровья. Потому что если у вас есть эффект поджога и вы нажимаете не в четкий тайминг эту аптечку, то у вас получалось так, что аптечка просто слетала. То есть там добавлялось 1000 здоровья или чуть-чуть больше. И все, аптечка слетала. И какой-то процент поджога снимался, какой-то процент поджога оставался. Сейчас же у вас нету такой проблемы и это очень-очень хорошо. Да, с одной стороны это облегчает вашу жизнь, но с другой стороны это нерв всех поджогов и всех заморозок. И наверное в наше время в матчмейкинге этот нерв поджигающих и замораживающих устройств имеет место быть. Так же как и у нас, например, в последнее время занерфили эми статусы. То есть все эми статусы начали нерфить на всех пушках. Их стали делать меньше, потому что они значительно жестче, чем любой другой статус эффект. И здесь с этим тяжело не согласиться. Я считаю, что это вполне правильно, вполне адекватно. И надеюсь, что может быть даже еще эти статус эффекты эми поднерфят. Потому что я до сих пор считаю, что они находятся намного в лучшем балансе, нежели сейчас. Ну а что касаемо аптечки в целом, то я очень рад. Очень рад, что теперь у вас есть дополнительный сейф от поджога и заморозки. Но нужно все равно понимать, что вам необходимо качественно и грамотно прожимать аптечку. Что и произошло после того самого легендарного обновления, которое многие захейтили. Но я, кстати, был не тем сторонником вот этого замечательного хейта. Хотя мне кажется, что это по большей части был просто повод раздуть этот весь момент. А не то, что там эта аптечка так сильно троляла и влияла. Как по мне, этот припас и должен быть скилозависим. И порой, как по мне, вообще нет смысла его прожимать. Если, например, по вам накидывают урон вулкан условный или твинс, который наносит на постоянной основе урон. То аптечка, которая восполняет вам тысячу здоровья, она вам не сильно поможет. То есть это чуть-чуть, вообще копейка. Просто копейка. Которая там на 5 стиков вам дольше жизнь даст. А вы за этот тайминг можете наоборот успеть отреспиться. И уже на фулл хп разваливать противника. Соответственно, аптечка стала универсальным припасом. И я думаю, что это не последнее изменение с ней. Как по мне, просится изменение с восполнением здоровья. То есть если сейчас у нас тысячу хп сдает аптечка стабильно. А все остальное, это уже зависит от того, наносит по вам урон или нет. Если начинают наносить по вам урон, то это тысяча и прекращается. Либо прекращается пополнение здоровья в тот момент, когда по вам прилетел урон. В моем случае, в моем понимании, мне кажется, что уже актуально сделать не тысячу стабильного получения хп. А уже где-то перейти к полторушке. То есть сейчас очень большое количество устройств. В нашей игре наносит большое количество урона. Сразу же, сходу. И эта аптечка, которая при наносении урона дает всего лишь стабильную тысячу. Это выглядит мало. И я бы уже на месте разработчиков задумывался. И возможно ее сделал еще лучше. Делал еще лучше. И соответственно как-то вносил ее в средний баланс. Ну, наверное, это все, что я хотел сказать. Осталось теперь только каточку нам выиграть вместе с вами. Чуть я тут наболтал. На минут так 10 по ощущениям. Пишите, что вы думаете по поводу этой аптечки. Было бы очень тоже интересно послушать вашу точку зрения. Согласны ли вы, например, с этим обновлением? Что вы думаете по поводу поджогов? По поводу заморозок? Да, вот этих тех эффектов, которые у нас в игре сейчас имеются. Что вас, например, больше всего раздражает? От чего вас, может быть, где-то даже бомбит? Было бы тоже интересно почитать. Все-таки изменения, которые связаны с балансом. И балансом полностью игровым. То есть это не баланс вооружений каких-то. Это вообще игровой параметр. Такие обновления реально интересно узнать. Да, то есть интересно узнать, что думает общее количество игроков. Да, и тех ребят, которые меня смотрят. Так. Ну а по катке у нас... Я здесь выбрал Вика Твинс. Такое вот интересное сочетание. Сначала хотел вообще выбрать немножечко другую кабиночку. Да. Но потом пришел к мнению, что давайте-ка я лучше возьму... И его давно на нем не играл. Вот на Твинсе с... Стабилизированный план, вроде ли. Как-то так это устройство называется. Ну и вообще Вика Твинс. По балансу в свое время был безумно крутой. Поэтому посмотрим сейчас, что получится. Также я думаю, что в ближайшее время... Мне лично хотелось бы затестировать Аресика. Посмотреть, что там у него произошло с этим шариком. Стал он круче, не стал он круче. Потому что у нас неделю назад тоже с ним произошло обновление. Будет интересно посмотреть, насколько он актуален... На данный период времени в матчмейкинге. Да, то есть я вот в последнее время на нем не катал. Но если просто посмотреть на то, что... Он делает в матчмейкинге. Этот Арес, да, и эти шарики, которые даже, ну, тиммейтные летят. Уже чувствуется, что получше работает цепочка от шарика. Да, то есть она реагирует лучше, чем было раньше. Раньше она как-то мне вообще не нравилась, как реагировала. Это нестабильно, как-то рандомно даже, можно так сказать. Сейчас вон только что даже шар мне выпустили. И он очень четко захилил мне дополнительную хпшку. Так, по катке у нас 4 минуты до конца осталось. И у нас очень близкий счет. Плюс 3 кила мы пока что идем. Будем стараться сейчас отрываться. Надеюсь, что у нас получится. Овердрайв тоже у меня скоро будет. Под овердрайв я думаю, что мы вообще влетим. Сейчас вот купол у Титана пропадет. Я думаю, что можно будет влетать в эту всю контент-индустрию. Пинцы такие на уверенном стоят, накидывают. Пока были под куполом. Да, ну вот как например сейчас, видите, да, я поржал аптечку. Но она мне дала просто 1000 хп, потому что по мне наносили в этот тайминг стабильный урон. Да. Соответственно, в таких ситуациях, например, если я играю в каких-нибудь турнирах или еще где-то, я порой вообще даже не нажимаю аптечку. Да, то есть смысл нажимать аптеку, если можно просто уйти на респ и быстро уже с того респа начать свою игру. Если ты не можешь быстро, качественно прожать аптеку, то смысла ее прожимать в принципе нет уже никакого. Так, плюс 3 кила с овердрайва. Может быть 4 даже. Да, 4 кила дали. Отлично, великолепно. Плюс 6 килов мы идем уже. Плюс 7 килов идем. Будем стараться сейчас выигрывать до конца. 42 кила я уже сделал. Нифига себе. Просто взял рандомное вооружение, да, Викинга Твинс. Блин, насколько он круто себя показывает. При этом я играю с ловкачом, да. То есть, блин, вообще бомба. Я б никогда даже не подумал, что настолько интересно может себя показывать вооружение в нашей вместе с вами игре. Ну прям круто. Прям очень круто. Так, пробуем, пробуем накидывать. Сейчас можно будет откатиться. Я хотел сказать, прожать грамотную хорошую аптечку, но... Подстопил меня кто-то. Кто меня подстопил? А, страйкер с оглушением. Все понял. Так, овердрайва у меня... Не, будет, будет. Под конец боя еще будет овердрайв, но... Это такой овердрайв. Овердрайв уже, который... Прям должен быть на верочку прожат. Чтоб мы 100% каточку выиграли. Иначе... Иначе мы здесь можем проиграть, к сожалению. Так, Титанчик здесь... Хорошо дистанцию хотел... Раз... Развалить. Так, Пантер овер, конечно же, жмет. Ну и я на респ ухожу. Плюс 5 киллов идем. 50 киллов за катку, офигеть. За такой бой 50 киллов я набиваю. Вот это количество безумное. Безумнейшее количество. Пробуем влетать. Пробуем влетать с фланга. Рис стоит здесь. Что-то ждет кого-то. Под стенками. Пробуем его... Слить. Почему он убегает? Только я не понимаю... Смысл. От того, что он убегает. Если уж хотел бы не умирать, то мог бы... Мог бы изначально сразу менять траекторию. А так на Титане, но ты далеко-то вдруг не убежишь. Так, полторы минуты. 80% овердрайва. Овердрайв у меня еще один будет. Нужно его попытаться прожать где-нибудь от каналов. От каналов. И... Залететь туда, в центр, где стоит куча противников. Если сейчас получится сделать... О, Титан Купола жмет. Ну, как раз у меня сейчас будет овердрайв скоро. Как раз после этого овердрайва, я думаю, что... От этого Купола мы сможем очень неплохо вылететь. Так, отлично. Забрали еще одного игрока. Так, здесь у нас два. И с той стороны еще один. Третий респица. Было бы неплохо сейчас, наверное, прожимать. Ладно, я рискую. Жму овердрайв. Потому что уже времени довольно мало. Здесь вряд ли будет еще хороший момент с прожатием овердрайва. Лучше я его сейчас прожму. Наверочку реализую. 27 секунд до конца. И вот вам хороший результат на Викинга Твинсе. Найс. Найс. Я даже сам не ожидал. Вот так вот бывает. Записываешь разговорного плана видос. А тут еще и на фончике. Вот так вот красиво можно накидать. И чутка подразвалить на таком вооружении, на котором ты даже, если честно, и не думал, что можно дать хорошие цифры. 56 килов. Ничего себе, 5000 кристаллов за катку получил. Пишите, друзья, что вы думаете по поводу аптечки. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok